Сказ Ия. Его звали странным именем. Ий. Ну, мы скажем, да что же это за имя такое? Ну, это окончание прилагательного. Допустим, там какой-нибудь скользкий или какой ещё. Вот он, наверное, не скользкий. Поэтому ему это не подходит. Но не важно, какое прилагательное. Важно, что много прилагательных имеет окончание И. Коли он искатель истины, он уж кто угодно, только не скользкий. А стремящийся крепко схватить истину за жабры. Ну, всё-таки. Польский. Пожалуйста, польский, скользкий. Пусть польский. Хороший пример. Ну, и ещё приведите пример всё-таки. Какой? Всё, И. Понимаете, лезут. А чтоб на И не так уж много. Хотя, казалось бы, должно быть много. Пожалуйста, говорите. На И. Мягкий. Да, мягкий. Мягкий. Молодцы. Вот уже мы можем продолжать дальше. С этой настройки, когда вы добились своего, пусть с потерями этих секунд, которые бегут и обличают вас в том, что вы медленно думаете. Но всё-таки вы добились. Это большое дело. Дальше можно спокойно продолжать. Так вот, И. Он всегда искал правду. Дело в том, что он считал, что самое страшное оружие против человечества – это ложь. И страшнее этого оружия нет. Ложью можно довести человека до такого ничтожного состояния, что он просто будет подобен обезьяне. И, наверное, и поверит, что он уже обезьяна или, так сказать, кандидат в это новое семейство. Так, наверное, они и возникли, обезьяны. Из высшего возникает низшее. А как вы думали, что из низшего высшее? Да-да-да, эти все теории развития мира, там, с какого-то простейшего состояния. А у Бога всё не так. У Бога всё схвачено сразу. Из чего он будет замешивать эту бодягу, раскручивать её от низшего к высшему, когда он сразу даст миру высшие постулаты, высшие духовные постулаты. И, соответственно, модели. И по ним всё живое будет продолжать идти, развиваться. И сразу, как говорится, со всем напором и со всеми знаниями Вселенной. Ну, считайте, Бога. К Богу сводить очень хорошо, потому что Он как бы сразу суммирует всё, что есть. И удобно обращаться к Богу не только с просьбами или в случаях, когда ты хочешь Его прославить. Вот это лучше, чем с просьбами лезть. Он и так всё знает и и так помогает. Не надо к нему обращаться с этим. Он видит и так. Да, как ни странно, столько существ, и всех он понимает и держит на контроле. Именно так Вселенная устроена. И бодягу с эволюцией дарвиновской он явно не предполагал. Точнее, на каких-то отрезках такое развитие может быть. То есть приспособительное развитие с достижением какого-то нового качества, явно более высокого, с целью приспособиться к окружающей обстановке. Но это приспособительное качество, оно как-то не тянет на то, что образовалось нечто более высшее. Образовалось просто конформистское. То, что связано с приспособлением данного организма или группы организмов к данной новой среде, которая может возникнуть. Это не секрет, что может резко измениться климат на планете и там или так далее, где живут эти приспосабливающиеся существа и так далее. Все, что угодно может измениться. Но самое главное, что это не есть завоевание высшего качества. Это есть только завоевание того специального качества, которое необходимо к этой специальной ситуации. Специальной ситуации, когда изменились условия. Это, ну, как бы сказать, качество реакции. Качество реакции на новые условия. Но иногда приспособление происходит с таким эффектом, что теряются старые качества, но приобретаются такие новые, которые нужны в новой обстановке. Вот это вот ползучее, это приспособленческое, я бы сказал, потому что здесь это слово тоже подходит. И смысл его, он никуда не делся. Мы знаем приспособление, что человек ползучий и который хочет выжить. Он как бы не высший человек, да, он не высший, он себя не чувствует таким. А он тот, который любыми путями хочет выжить в новых условиях. Он приспособленец. Ну, иногда его называют более благородно. Это человек, который приспосабливается к тому, что есть. Ну, все равно как-то благородство в данном случае имеет насмешливый оттенок. Высший человек, он не будет приспосабливаться. Он будет создавать условия, которые ему нужны. Потому что он может многое. Он же высший человек. А вот ниши, которые не имеют возможности влиять на природу, на обстоятельства, на условия, он будет волочиться и вот так приспосабливаться. Так что недаром это слово приспособленец имеет всегда негативный оттенок. Редко кто будет петь оды приспособленцу. Хотя в бытовой жизни часто поощряется это свойство человека. Именно в этих условиях все-таки как-то освоится. И чем он быстрее освоится, тем больше ему поют хвалы. Но это идет от людей, ну, таких как бы бытовых, от бытовых людей, которые замешаны на идеологии выжить любой ценой. И вот это высший для них принцип, выжить любой ценой, он в конце концов дает им возможность хвалить тех, кто приспосабливается. И чем быстрее, тем лучше. Тем больше будет хвалы для таких. Со стороны от такого специалиста по выживанию приспособлению. Ну, а вы что скажете, ну, что ж теперь, не выживать, что ли, а умирать? Все равно приспосабливаться приходится. Да, хороший вопрос. Но приспосабливаться приходится, как бы, знаете, сознанием определенного иерархического соотношения. Что есть выше, что есть ниже. И если приспособление, есть уступка только для того, чтобы продолжить свои, раскрывать свои силы в сторону создания новых условий, то есть, ну, как бы, самому украить этот мир через внутренние свои ресурсы. И это временное отступление во имя общего высшего. То есть, быть хозяином планеты. Вам это знакомо слово? Хозяин планеты? Знакомо. Ну, в животном мире там у нас есть хозяин тайги, там и так далее. Все это есть. То есть, ну, хоть на каком-то животном уровне может быть уже и сформировано это начало. Но мы-то говорим о человеческом уровне, когда человек ставит основную целью неприспособление, хотя на отрезках каких-то все равно ему придется это делать. Но он всегда имеет в виду, что отступить, чтобы наступить гигантским массивом, гигантским броском вперед. То есть, потом он рассчитается с этим приспособленчеством своим, пусть необходимым действительно и разумным, но он рассчитается. И он ему скажет решительное «нет», когда он сможет это сделать. То есть, он никогда не смирится со своими даже мелкими приспосабливаниями или приспособлениями. Но это не очень хорошо звучит. Приспосабливание лучше. Потому что приспособление – это же какой-то, ну, инструмент, а не состояние человеческой деятельности. Так что вы понимаете, вот как бы ни угловато звучало слово, оно правильное. Приспосабливание. Так вот, приспосабливаясь, если человек приспосабливается, то есть, свое родное лоно идеологическое плюхается, он – это приспособление. А если он приспосабливается в данный момент за неимением ответить высшим, то есть, своими активными способностями изменить мир под себя, а не наоборот, то это умный человек, владеющий тактикой. Отступить, чтобы потом наступить и разбить того, кто заставлял гнуться его. Вот такой вот маленький рассказ поведал нам И. Знакомьтесь с новым именем, Искатель Истины И. Всего доброго. Всего доброго, Всего доброго, Всего доброго, До свидания, дорогие слушатели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова